Друзья мои, всем привет! Как вы догадались, или может быть еще не догадались, сегодняшнее видео будет у нас посвящено гибридизации. В главной роли будет у нас самец щегол, самочки-канарейки и самец реполова. Реполова я купил на ярмарке в Кропоткине в конце января, а щегла я поймал в лесу. То есть щегол местный, реполов, если я не ошибаюсь, с Ростовской области приехал. Вот реполов опять хочет запеть. Значит, что я решил сегодня проэкспериментировать и вам показать. Посадил я в такие просторные клетки реполова, вон слева и щегла. Для того, чтобы сегодня познакомить этих самцов прекрасных с самками-канареек. Сейчас мы подсадим самочек-канареек и посмотрим на реакцию птицы, как будут вести себя щегол, красавец лесной. Вот он здесь летает. И также понаблюдаем немножечко по возможности, как будет вести себя реполов. Ну и естественно, как таких самцов необыкновенных воспримет самочка-канарейки. Будет ли она прятаться, будет ли она биться по клетке, это сейчас мы все узнаем. Почему я решил сделать такой эксперимент и показать? Потому что бывает, даже вот я сталкивался при разведении канареек. Допустим, живут у меня желтые канарейки. Я бросаю к ним зеленого самца, к примеру, или оранжевого самца. И у них первое время прям такой получается стресс, шок, они боятся этого цвета. То есть птица, ну это уже на мой взгляд, вот как я делаю выводы. Обратите внимание, реполов поет или начинает петь, даже вот когда я говорю. Вот пожалуйста, красавица. А щегол не так поет. Так вот, я замечал, что даже канарейки первое время, когда происходит знакомство, они немножко пугаются друг друга. В общем, сейчас мы все это дело посадим. Канареечек, самочек. И также поднимем тему по поводу кормления. Как их надо кормить. Но опять-таки я иду с этой темой первый раз. Вот как сам получается догадался, сделал. И птица у меня уже в принципе перешла на кормление полностью, как мои канарейки кушают. То есть получается адаптировались они по питанию, ну два месяца, наверное. Потому что там немножко января, февраль и вот полмарта. Полтора месяца птица питалась, вернее как, переходила со своего лесного корма, постепенно переходила на корм, который будет она получать в дальнейшем при разведении, при гибридизации. В общем, корм такой же, как кушают все мои канарейки. То есть это и мне удобно будет, ну и птица в принципе привыкла, перешла на это. Все благополучно, без потерь. Все мои щеглы, все остались живы. Скоро, кстати, будет видео, как будем выпускать в дикую природу большинство щеглов. Итак, сейчас пойду самочек принесу. Друзья, вот в такой затемненной клеточке я держу самок-канарейки, чтобы они раньше времени не начали нестись. Потому что моя задача подготовить самку к яйцекладке к концу марта-началу апреля. Это время разведения реполовов-щеглов. То есть так лучше будет. Вот будет первая такая желтая самочка. Значит, ребята, когда будете выбирать самочек, обратите внимание, чтобы вот здесь было уже все набухшее. Ну прям дунете и посмотрите, там увидите, такой будет налитый животик. Это говорит о том, что самка практически готова. И потом в дальнейшем, когда посадите птицу, ну допустим, к канарейку к щеглу или к реполову, неважно, наблюдайте, как будет вести себя самка-канарейки. А именно обратите внимание, чтобы она отставляла хвостик при том случае, когда щегол там или реполов запоет. Если самочка будет отставлять хвостик, значит она полностью готова к размножению. Все, я отпускаю. Вот, пожалуйста, смотрите. В принципе, вполне спокойно, адекватно птицы встретились. Никто никуда не убегает, не забивается. Возможно, сказалось то, что они на протяжении месяца точно жили друг напротив друга. То есть дистанция у них была примерно 2 метра друг напротив друга. Они видели друг друга, слышали. Возможно, поэтому самка спокойно, вообще адекватно воспринимает самца щегла. Вот, кстати, на кормушку сразу села. Самка пришла с женского общежития, а там с едой всегда не до корма идет, чтобы не зажиреть. И поэтому, видите, первым делом кинулась покушать. А когда птица берет еду в незнакомом месте, это говорит о том, что птица чувствует себя спокойно, уверенно, то есть ее ничего не пугает, и она может покушать. Обычно, когда птица испугана, она улетает на жердочку и сидит там, осматривается. А это вот, пожалуйста, поесть сразу. Кстати, друзья, когда будете подбирать своих щеглов, риполовов, обращайте внимание на то, чтобы ваша птица не была ожиревшая. Также продувайте живот и анализируйте по животу. Вот настоящий щегол, я даже сейчас могу вам продемонстрировать, я его подул, и у него, в принципе, такое легкое-легкое ожирение есть. Немножко я его перекормил, пока вот эта у него адаптация шла. Ну и опять-таки, была адаптация, и он жил вот в той маленькой клетке. Он там прыгал 10 сантиметров, пролет у него был. Сейчас здесь в большой клетке, клетка 55 сантиметров. Я думал, он немножко сбросит. Я кормить буду зерном, допустим, чуть меньше, буду давать больше овощей, больше пророщенного. И он, лишний этот жирочек уйдет. Легкий-легкий жирочек, или как, легкое ожирение, это допустимо. Ничего страшного. Так, сейчас мы с вами подсадим самочку к реполову. Это вот мы щеглу подсадили. Тут реакция нормальная. Самка даже, не стесняясь, сразу думает, надо немножко подкрепиться. Как-никак на свидание пришла. Ну ладно, сейчас будем реполову смотреть. Так, друзья, реполову тоже я предлагаю желтую самку. Здесь можно подуть. Видите, какое брюшко набухшее. Сейчас я уберу поилку, чтобы было хорошо видно. Ну, на время. Буквально на время съемки я уберу поилку, затем поставлю ее. Так, пускаем самочку к реполову. Но реполов как-то по природе, мне кажется, более активный. Щеглы они поспокойнее. Итак, вот самка спокойно перепрыгнула с жердочки на жердочку. Кричит свою стандартную позывку. Обратите внимание, реполов открывает клюв и пытается ее клюнуть. Вот это кавалер. Вот вам и успех гибридизации. Кстати, реполова я не дул в живот. Надо посмотреть степень ожирения, как у него. Ну, это попозже можно будет глянуть. Заметьте, самка больше не прыгает на палочку к реполову, потому что при первом своем прыжке реполов встретил ее открытым клювом и попытался клюнуть. И вот она сидит и думает, куда я попала. Ну, ничего, друзья, это первый день, как бы первые минуты. Я даю им, допустим, сделаем скидку, дадим им дня три на адаптацию такую и потом посмотрим, как они, будут ли они клевать друг друга, драться и все такое. Допустим, кинораб с канарейками, когда вот так садишь, у них сильные драки у канареек происходят. Бывает, ну, в основном самка почему-то бьет самца. Ну, бывает и самец отпор дает. Но, в принципе, канарейки дерутся сильно при встрече. Некоторые, некоторые нормально. Возможно, и реполов у нас задира посмотрим. Сейчас, в принципе, время, как бы сейчас делать выводы конкретные рано. Надо понаблюдать, посмотреть. Но, тем не менее, это первая встреча, тоже, как бы, интересная. Обратите внимание, реполов по-прежнему не пускает самку. Вот почему я решил их знакомить немножко пораньше, чтобы птицы, чтобы самцы, чтобы самцы, как бы, были подсознательны, или как у них того птиц, чтобы они были готовы к таким самкам. Потому что реполов, в принципе, никогда не видел таких самок. У них там, они-то все коричневые, темные. Но, смотрите, щегол, в принципе, вообще ему без разницы, хоть желтая, хоть зеленая. Вот он как прыгал, своей жизнью занимался, так и занимается. Никого он не плюет, никого он не шипит. Хотя щеглы между собой у кормушки, задиры еще те. Реполовы более лояльны друг к другу. Ну, посмотрим, что получится. Ну, вот видите, прыгают, чирикают, и все у них нормально. Так, сейчас реполову поближе снимем. Обратите внимание, самка тоже села на кормушку, и с хорошим аппетитом принялась поедать зерно у своего кавалера. А кавалер тем временем сидит и думает, что происходит. Вот такая вот встреча. Сейчас вы слышите фоном поет репел. Это специальная музыка. Итак, в плане питания хотел бы вам сказать, как я сделал всю эту адаптацию. Потому что, потому что, когда я задумался о гибридизации, мне знакомые подсказали, говорят, Юра, ты вот ловишь, допустим, щеглов, реполовов зимой, да? А зимой, как мы знаем, у птицы питание скудное. То есть, там, это могут быть почки, это может быть рябина, калина, ну и все. А я, получается, ловлю, приношу домой и начинаю кормить семечками, потому что, якобы, ну вот, они любят семечки. Да, птицы действительно любят семечки, но это, получается, резкий переход в питании. Абсолютно резкий. То ли они были впроголодь, немножко использовали запасы, которые они запасли осенью. Зимой они впроголодь. А тут они попадают в клетку. Во-первых, здесь начинается сразу тепло, а они пришли с мороза. Начинается сразу тепло, начинается сразу избыток питания. Это семечки, проса. Значит, меню было такое. Семечки в основном были. Потом проса, овес, канаричное семя, лен. Немножко был этот репейник, расторопша. Ну, в общем, все, что было. Потом семена разных трав диких. Там и амброзия бывает, дуванчик, и подорожника семена. В общем, много. Такое разнотравие продается, бывает, на рынках, после отсева какого-то зерна. В общем, все это я им предоставил. Выбор был прекрасный. Птицы ели. И вот там, где сидело много птиц, некоторые щеглы начали хухлиться. Даже один щегол, чтобы быть точным, один щегол начал хухлиться. Я его отсадил, увеличил количество семечек. Он отошел, стал хороший. Снова я ему ввел ограниченное количество семечек. И постепенно перевел полностью на питание такое, как у канареек. То есть, это было постепенно. Первые две или даже... Да, первые три недели они кушали в избытке семечки и чувствовали себя прекрасно. Затем я начал убавлять семечки и, в принципе, пришел к такому меню, что у них сейчас в основном идет рапс, потом проса, и буквально три или четыре семечки съедает в день щегол и репел. Вот на одну птичку уходит четыре семечки примерно. Потом канареечное семя и лен. Вот такой состав питания у репела и у щегла. Ну и канарейки. А канарейки, кстати, у меня семечки я не даю. Вот до периода размножения. В период выкармливания птенцов, там, когда птенцы уже отсажены, набирают массу, тогда я даю и семечки для лучшего набора массы. А вот пока... А еще и мак даю. А так вот пока я не даю семечки. Но хочу сказать, вот, по крайней мере, щегол немножко поджирел. Репела посмотрим. Можно даже сейчас поймать, посмотреть. Давайте вместе посмотрим, какое у него там брюшко. Я хотя бы в руки возьму, я так озвучу, плотный он, толстый или нет. Щегол такой упитанный был. Так, ну, по кормлению, в принципе, да, вот делайте, как бы внимательно следите за состоянием птицы. Если она хохлится, я советую увеличить именно семечки. Потому что вот я столкнулся с такой ситуацией, увеличил семечки и все обошлось, все стало на свои места. Все как хорошо было. Так что имейте в виду, если что, увеличьте семечки. Если уж это не помогает, ну, тогда уже я не знаю. Тогда надо к более опытному советчику. Я вот что знал, я вам рассказал. Сейчас посмотрим. Животик репела. Жирный, нежирный. Итак, закрепляем. Видно было, да, что репел абсолютно нежирный. Так что у репела вообще все прекрасно. Вот у репела, я могу сказать, то, что меню идеально, он даже не набрал. Хотя, возможно, репел не набрал, потому что здесь у него был пролет с этой жердочки. На эту жердочку примерно получается 30. 30 или там 27 сантиметров. А щегол сидел вот в такой вот клетке. И здесь, вот видите, здесь жердочки ну, примерно сантиметров 12, наверное. И он так вот прыгал, как часики. Может, поэтому он ожирел, чтобы была более тесная клетка. В тесных клетках птицы довольно-таки часто ожиреют самопроизвольно. Даже много, даже некоторая литература о канарейках, там пишут, что, ребята, помните, что перед размножением кенаров надо с маленьких клеточек посадить в пролетки или в более большие клетки, чтобы кенар полетал, ну, как бы стал более спортивный. Поджег лишний жир, стал в тонусе, и тогда он будет хорошо оплодотворять. То есть, об этом даже говорится по поводу канарей. Ну, я это я к тому веду разговор, что щегол, возможно, поджирел не от того, что он кушал 4 или 5 семечек в день, а от того, что он сидел просто в тесной клетке. Ну, вот так. Сегодня у нас, получается, середина марта. Мы их посадили вместе. Буду, значит, наблюдать, если самки будут расположены к этим щеголу и крепилу, я их оставлю и буду потом ставить гнездо. Это я вам все по ходу делаю, все буду показывать, рассказывать. Так что продолжение будет, это все в любом случае. Хотел сказать, что если самки нормально все у них подружатся, если самки начнут строить гнезда, там собирать ватку, то так это все останется. Если самки не будут проявлять интерес к размножению, поменяем. Там в общежитии еще есть немножко. Там две оранжевых, одна желтая, ну, а другие такого непонятного цвета. Так что вот такие вот дела сегодня произошли. Вы стали свидетелями, как все это дело вместе сошлось. Смотрите, кстати говоря, вот щегол постоянно летает, а репел со своей избранницей, которую я ему навязал, сидят друг к другу спиной. Вот вам, пожалуйста, вот вам и реакция птицы, да? Вот так вот. Здесь так, а здесь так. Сейчас давайте кормушку, поилку уберу, чтобы было лучше видно. Постоянно роняю. Ну, в общем, я вот вам прокомментирую, что щегол с канарейкой гораздо веселее себя ведут. Посмотрите, сейчас я отойду чуть дальше, и вы пронаблюдаете. Итак, смотрим. Справа репел, слева репел канарейка, справа щегол канарейка. Поет фонограмма. О, а вот настоящий репел запел. Все, я умолкаю, посмотрим, будет петь репел или нет. репел репел зелен репел зелен птица ведет себя спокойно даже слегка настороженно щегол успокоился, сидит репел вообще безразлично на самку самки едят, вот реально пришли с голодного края не подумайте, что я их реально не кормлю я их кормлю, но немножко ограничиваю зерновую смесь допустим на 8 самок я даю 6 один день 6 ложек чайных один день 5 ложек чайных сухой смеси и при этом даю пророщенной пшеницы или семечек, или морковки все это меняется то есть они от голоду не умирают но они любительницы поесть в общем, друзья, вот такое вот видео сегодня произошло в принципе, я рад что все спокойно птицы друг к другу спокойно отнеслись никто никого не начал метелить по клетке никто никого не начал расклевывать репел буквально там два раза пошипел но я думаю, это ничего страшного он сейчас подружится быстренько с ней так что подписываемся продолжение следует и до скорой встречи всего всем доброго удачи в гибридизации до скорой встречи до скорой встречи и до скорой встречи Продолжение следует...